В Харькове в больнице умер 15-летний подросток, который был в коме после теракта. Так что жертв вчерашней трагедии уже трое. Сегодня в городе Траур память погибших почтили минутой молчания. Напомню, взрыв произошел во время марша достоинства. Два человека погибли на месте, еще 11 получили ранения. Боец местного батальона МВД показывает размер осколка, который застрял у него в ноге. Максим с товарищами шел в той самой колонне. Шел в хлопок, ударная волна. И потом уже, когда я повернулся в сторону взрыва, летящие осколки. На месте погибли милиционер и активист Евромайдана. С осколочными ранениями в больницу попали 11 человек. Трое пациентов с повреждениями на уровне бедра. На уровне бедра магистральные сосуды таких размеров, что если бы было повреждение в момент взрыва, то могли бы пациентов сюда и не довезти. Самые тяжелые травмы получили двое парней, 18 и 15 лет. За жизнь последнего врачи боролись сутки. Сегодня днем он умер. Второй человек, это 18-летний парень тоже, с тяжелым ранением брюшной полости. Тоже находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи добросовестно борются за его жизнь. Харьков сегодня в трауре. В час дня город замер в минуте молчания. В СБУ о возможной провокации предупреждали. Мы говорили и предупреждали, что именно эти заходы будут разоржающим сигналом для тех, кто хочет нанести вред и власти, и тем, кто, видно, год сопротивляется этой агрессии. Что взорвалось в областной прокуратуре уже установили. По предварительным данным экспертов, взорвалась противопехотная мина с радиоуправляемым устройством. Ее тротиловый эквивалент составляет примерно около двух килограммов. У следователей несколько версий атаки. Первая версия. Террористический акт, совершенный с целью дестабилизации ситуации в регионе. Террористической группой так называемых харьковских партизан. Еще одна версия рассматривается и проверяется. Террористический акт, совершенный по тем же мотивам, но другой террористической организации. Вчера объявили о начале антитеррористической операции в Харькове. И всех, у кого есть информация, причастных к взрыву, просят сообщить об этом правоохранителям. А автомобилистов предоставить видео с регистраторов. Оно может помочь в расследовании. Из Харькова Татьяна Федоркова, Анна Бравко. События. Канал Украина.